Во Владивостоке в прокуратуре Приморского края состоялось заседание, посвященное подведению итогов за первое полугодие 2021 года. Замечания и предложения по работе краевых органов огласили заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин, прокурор Приморского края Сергей Столяров, а также губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Одной из главных тем заседания стал вопрос об экологических преступлениях, совершенных на территории края. Их количество значительно выросло, однако зачастую они расследуются неэффективно. У вас рост на 40% скрытых преступлений, но одновременно до 30% этой категории преступлений заканчивается ничем. То есть правоохранительный блок на 30% в сфере экологии работает на корзину. Нужно разобраться в причинах, чем обусловлено это, насколько оправданно возбуждение дел, которые заканчиваются ничем. А возмещение материального ущерба по этой категории дел, а мы с вами понимаем, что это и причинение ущерба экологии, это и лесные вырук, вообще остается на минимуме. Также было обозначено, что эффективность прокурорского надзора за работой предприятий оборонно-промышленного комплекса в Приморском крае недостаточно. Бюджет, который выделяет государство на эти цели, которые осваиваются предприятиями ОПК на нашей территории, больше 400 миллиардов рублей. Это громаднейшие денежные средства. А результаты работы пока что так же формальны, как и по нацпроектам. В ближайшее время будет создан профильный отдел надзора за оборонно-промышленным комплексом в составе начальника и трех исполнителей. В качестве мер было предложено провести специальный курс для повышения квалификации сотрудников в сентябре текущего года. Ранее во Владивостоке был назначен новый городской прокурор. Приказом генерального прокурора Российской Федерации Иван Иванов назначена эту должность сроком на пять лет. Екатерина Зверева, Настасья Лихман. Новости на восьмом.